Друзья, всем привет еще один раз и в данном видео мы с вами продолжаем изучать довольно интересный криптовалютный проект. Это Alligator Coin и сейчас мы поговорим про токен данного проекта. Я думаю, что это довольно важная информация для всех, кто хочет инвестировать в эту платформу. Так вот, название у него Alligator Coin, как я и сказал, символ ILC и платформа Ethereum, то есть стандарт токена традиционный ERC20. Соответственно, можно хранить токены на кошельке MyzerWallet, например. Также цена, текущая на один токен, это 0,5 долларов США и минимально вы можете купить один токен. Также при ICO у них было открыто с, соответственно, апреля по июль, но уже при ICO закончилось и сейчас активно ICO, которое началось в конце июля и продлится до конца августа. Софткап у них это 1 миллион проданных токенов, но они продали уже, кстати говоря, больше, чем Софткап, то есть 3 миллиона. И, в общем-то, цель у них, скажем так, такая оптимальная 35 миллионов токенов, ну а максимальная цель, соответственно, 70 миллионов. Также, что еще хочу, что у них есть защита инвесторов, то есть если минимальная цель не будет достигнута, средства будут возвращены инвесторам после закрытия ICO, но опять-таки, в общем-то, цель минимальная уже достигнута. Также добавлю распределение токенов, 30% идет на Alligato, крупных инвесторов 70%. Также, что еще добавлю, что вы можете инвестировать в разных валютах, ну, допустим, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash и так далее. Также, если Софткап не будет достигнута, то все это будут возвращены. Ну, это опять же здесь указано еще один раз, это мы с вами уже обсуждали. И также все токены, которые не будут проданы во время ICO, будут сожжены сразу же после окончания ICO, значит, что число монет общее будет, конечно же, меньше, чем, допустим, там 70 миллионов. Ну и также, что еще хочу добавить, хочу добавить, соответственно, распределение криптовалюты, то есть тут указаны даты, но опять-таки, даты, которые уже закончились, я думаю, что обсуждать нет большого смысла, поскольку они уже, в общем-то, не активны. И это нас не особо интересует, поэтому давайте поговорим как раз-таки про распределение. Так вот, 70% уходит, соответственно, на инвесторов, ну, это довольно логично. Далее 9% на команду, 8% на Proof of Stake, далее 5% на Advisor, 5% на Reserve и 3% на Bounty. Далее, что мы можем с вами судить, это, соответственно, в общем-то, распределение именно заработанных средств, куда они будут уходить, эти деньги, которые они смогут, в общем-то, получить во время ICO. Так вот, 33% на улучшение платформы, 5% на Reserve тоже, 30% на Marketing, то есть продвижение – это основа, по сути всего, в том числе и бизнеса. Да, естественно, что данный проект тоже обязан заниматься продвижением. Далее 9% на команду будет уходить, далее 15% на IT-инфраструктуру и 8% на Proof of Stake. Так что так они планируют распределять средства, которые получат во время ICO. Ну что ж, теперь, когда вы знаете больше про токен данного проекта, я думаю, у вас уже, в общем-то, есть и какое-то свое мнение насчет него. И как раз таки, если вам интересен данный проект, вы можете в него инвестировать. Ссылку на AlicatoCoin я оставлю в описании к данному видеоролику. Ну что ж, тогда хочу сказать спасибо за то, что посмотрели данный обзор. И жду вас в еще следующих обзорах, где мы продолжим изучать этот интересный проект, а именно AlicatoCoin. Субтитры создавал DimaTorzok